Дорогие друзья, мы на нашем спринте, как не терять себя, как не потерять себя, обсуждаем вещи, ну, вроде бы совершенно такие очевидные. Случилось неприятное, что нужно делать? Собраться, действовать, решать задачу. Случилась какая-то оказия, так сказать, неважно, глобальная или личная. Ну что, надо принять и действовать. Но почему люди, которые разумные вроде бы существа, все понимают про личную ответственность за собственную жизнь, все понимают про то, что неприятности нужно встречать во всеоружии, а не побитым и растерянным. Для всех это вещи очевидны. Но почему же так получается, что... Ну, я же не говорю здесь ни про какие вот как бы фантастические вещи, которые требуют невероятного интеллектуального труда. Да, если все плохо, лучше, если тебе хорошо. Ну, это же нормально. Ну, как-то логично же, да? Я же не делаю, я же не рассказываю что-то совершенно фантастическое. Однако, несмотря на очевидность вроде бы тех вещей, которые я говорю, внутренне у нас так думать не получается. И когда ситуация неопределенности, мы страусим, мы иллюзорно коррелируем, объясняем свое состояние, значит, всеми возможными напастями, сами себя запугиваем, защищаемся, ведемся агрессивно, мы становимся социально неприемлемыми, ну, как бы некомфортными, оказываемся в одиночестве и закатываемся еще в этот круг самобичевания, потом саможалости к себе, потом ненависти ко всему окружающему. Вот что, как это вообще возможно? Ну, так-то. Если бы это был здравый какой-нибудь искусственный интеллект, он бы сказал, ну, это какая-то беда у вас с мозгами, то у меня интеллект, а у вас непонятно, что такое. И он был бы прав, да, потому что, конечно, здесь, как вы понимаете, не обошлось без когнитивных искажений. И для того, чтобы мы уже с вами выяснили, что у нас есть эффект страуса, это когда мы сами себя запугиваем дополнительно, и вместо того, чтобы смотреть на возможности, которые есть в окружающем нам мире, вместо того, чтобы осознать ответственность свою особую в момент, когда возникает неопределенность, потому что нам нужны ресурсы для адаптации, мы занимаемся тем, что испуганы, защищаемся и выстраиваем иллюзорные корреляции. Но это далеко не, так сказать, всего не объясняет. Потому что вот эту спираль можно объяснить только одним образом. спираль ввинчивания себя в стресс, в несчастье и беспокойство. И о чём это когнитивное искажение, я вам скажу позже. А сейчас я хочу, чтобы вы подумали про те возможности, которые у вас есть, и на которые вы можете опираться в решении ситуации неопределённости. Давайте сейчас подумаем, как мы можем не прятаться от собственных фантазий об ужасном, а на что мы можем опереться. Потому что что бы ни происходило, вы же есть, вы продолжаете жить, у вас есть жизненные ресурсы, у вас есть знания, у вас есть навыки, у вас есть близкие, у вас есть психологическая поддержка со стороны. Ну, если вы уже иллюзорно всех не скоррелировали, что они против вас замысел тайный специально делают, чтобы изжить вас за свету. Вот, если у вас нет такой идей, я надеюсь, то давайте посмотрим, что они же есть в нашей жизни. Есть то, что для нас является важным. В конце концов, если какие-то цели наши гибнут в ситуации неопределённости, это не значит, что мы не можем удовлетворить те же самые потребности и желания каким-то другим образом, с другими людьми, в другой компании или производственной организации, в каких-то своих других занятиях и прочее. Так что давайте сейчас подумаем про ту ресурсную базу, которой вы обладаете. Когда мы говорим «не потерять себя», нам важно понимать, что это себя имеет. И вот чем вы сейчас будете по отношению к себе более рачительны, более уважительны, не уничижать себя, не принижать себя, а наоборот, увидьте, что есть в жизни, на что вы можете опереться. Начните с простого. У меня раньше пациент, когда приходили с депрессией, пациент говорил такой, «Всё плохо, доктор». Я помню с одним шутил, говорю, «У меня за окном был мороз, минус там 20 с чем-то, а конурка в психиатрической больнице, вот такое окно». Я говорю, «Я сейчас окно открою, как будет?» Он говорит, «Не надо, зачем?» Он говорит, «Я говорю, то есть неплохо, по крайней мере, мы не замерзаем». Это юмористическая формулировка, но важно понимать, чем вы сейчас обладаете, что есть в вашей ресурсной базе. Да, страхи велики, страхи естественны для ситуации неопределённости, но подумайте о том, чем вы обладаете. Подумайте о внутренних ресурсах своих, подумайте о других людях, подумайте о возможностях, которые есть в окружающем мире, а они точно есть. Ну что, дорогие друзья, вы вот сейчас посмотрели на свою жизнь, нашли в ней ресурсы, нашли в ней самые разные возможности. Как вы себя ощущаете, когда думаете не о том, чего нет, а о том, что есть? Ну, наверное, вы чувствуете себя лучше. Правильно? Это, кстати, к вопросу о том, как не потерять себя. Как только вы начинаете понимать, чем вы обладаете, что у вас всегда есть что-то, вы никогда не проигрываетесь в пух и прах, пока вы живы. Пока вы живы, у вас сохраняются и возможности, и есть ресурсы. Поэтому это естественно думать о том, что у вас есть, если вы собираетесь строить свое будущее, исходя из новых обстоятельств. Нормально, когда вы думаете про то, чем вы можете воспользоваться для того, чтобы продвинуться куда-то дальше вперед и начать свое будущее создавать. Пусть оно не будет сразу таким же, каким мы хотим. Пусть оно, возможно, будет другим, нежели мы себе его когда-то представляли. Но у нас есть всегда ресурсы. Пока есть жизнь, есть возможности. И возможностей этих огромное количество, если мы ощущаем себя самих как людей с ресурсом внутренним, как с внутренним потенциалом, с возможностями, с тем, чем мы обладаем в материальном, профессиональном, человеческом, духовном плане и так далее. Это наше богатство. И как только вы про это думаете, у вас сразу меняется представление о будущем. Вы перестаете его бояться. Вы начинаете думать, как его делать, потому что иллюзорные страхи в этот момент благополучно рассасываются. Вопрос только, ну а почему же вот это было не смотреть внутрь самих себя и не видеть ресурсы, а смотреть вот на все это такое безобразие, ужасы, проблемы мира, людей, вот это все. Почему так происходило? Очень просто. Когда вы испытываете страх, вы можете думать только о плохом будущем. А когда вы можете думать только о плохом будущем, у вас в голове начинает работать когнитивное искажение под названием предвзятость подтверждения. Вы уже испуганы. Почему у страха глаза велики? Вы уже испуганы. Вы везде будете видеть угрозу. Во всем будете видеть проблему. Если вы уже раздражены, я подойду вам и скажу, дружище, как хороша жизнь. Вы мне что скажете? Вы решите, я издеваюсь над вами. А я правда думаю, что она в целом ничего себе. Мало кому дали. Вероятность того, что я или вы появились на свет, она чудесная. Это только кажется, что сколько ваши родители могли потенциально завести детей. Исчисляется миллионами, ну комбинаций возможных. Вы же ли вы? И я не издеваюсь. Я просто говорю, слушай, смотри, как все хорошо. А вы, будучи в раздражении, что увидите? Ну действительно, считает мне задебила. Он мне говорит такие абсурдные вещи, когда я раздражу. Он меня провоцирует. Бах! Это вот работает предвзятость подтверждения. После того, как мы испытали сильную эмоцию, она, кстати, работает и в другую сторону. После того, как вы влюбились, вот что бы он или она ни наделали, вы будете находиться в конструкции. Прекрасно! Замечательно! Там уже и вас обманули, и там как бы манипулируют. А вы так довольны сидеть, вас предвзятость подтверждения. Что ты ее терпишь? Аж такая. Ну это так мило! Ну, если это мама твоя сделает, или знакомая на работе сотрудница, вы скажете, она больная. Но когда вы в предвзятости подтверждения движимые чувством своего восторга, вы скажете, это же так мило! Это будет мило, до момента, когда вы рассоритесь, и это станет, так сказать, не мило совсем. Ты всю жизнь мне испортила! Все мне наплевало в душу! То есть, сначала возникает наше эмоциональное состояние, а после этого мы начинаем это свое эмоциональное состояние всячески оправдывать и находить ему самое логичное объяснение. И все, что нам будут говорить, все не так. Вы испытывали тревогу, вам говорили, не тревожься, вы что думали? Что над вами издеваются же, правильно? Да? вот еще мне этого не хватало, говорили вы. Значит, Потому что нам говорили, да, действительно, все опасно. Вот в этом случае мы бы почувствовали, как... Вот, бежим, бежим, все толпой бегут. Так паника глуповая срабатывает, так сказать. Вот. Значит, и нужно понимать, что наши эмоции делают нас в отношении фактов избирательными. Если мы тревожные, мы везде видим угрозу, если мы рассерженные, мы везде видим угрозу, а если мы влюбленные, мы во всем видим очарование, счастье, радость и божество, и вдохновение, и жизнь, и слез, и любовь. Это Пушкин, так сказать, Каня Петровна Керна. Цитата. Вот. Значит, вот, собственно говоря, простая штука. Вроде бы, надо смотреть на то, чем вы обладаете, и наполняться силой, но мы, будучи тревожными, будучи страусами, иллюзорно скоррелирующими, все на свете, ищем для себя кучу всяких разных оправданий нашему негативному состоянию. Мы думаем, что это рассудочная деятельность, и это правда, работа коры больших полушарий, но наши большие полушарии в этот момент обслуживают центр боли, находящейся в подковке. Как только вы почувствуете себя счастливыми, вы будете все больше и больше видеть прекрасных моментов в жизни. Если вы чувствуете себя несчастными, ваш мир будет казаться просто катастрофическим. И это тенденциозность подтверждения, подтверждение своей эмоциональной реакции. И это когнитивное искажение очень многих довело до крайне негативных состояний. Хотя, конечно же, если говорить про это когнитивное искажение, оно работает в тысячи разных вещей. В обычном споре с друг с другом каждый, два человека спорят, каждый считает, что у него есть куча аргументов, подтверждающих его позицию. И он им верит. А все, которые вы говорите, им суператив, он отвергает. Говорит, это не важно, я не об этом сейчас. Я сейчас вот, да-да-да, ты мне так, да-да-да, там все. иллюзорность, убежденность своей верности приводит к тому, что мы ищем подтверждение своей позиции и зачастую той позиции, которая является крайне дезадаптивной, которая разрушает нас самих. И вот, чтобы этого не происходило, мы должны, во-первых, уметь видеть свое тенденциозное подтверждение и опираться на те факты, на те обстоятельства, на те ресурсы, которые, возможности, которые у вас, безусловно, есть. Зачастую, если вам было сложно их найти, это связано именно с тем, как выполняли задания, связано именно с тем, что пока ваша тревога не отпускает вас и вы верите больше негативным фактам, чем позитивным. И тут у меня к вам большая человеческая просьба. Пожалейте себя, поберегите себя и если уж дать возможность предвзяться подтверждение работать, то пусть она работает, когда у вас все хорошо, а не когда у вас все плохо. Потому что она, эта ошибка, эта ловушка мышления действительно ловит нас в ловушку.